Здравствуйте, дорогие друзья! Я опять в очередной раз на заводе Кристалл. Иду на Блашиный рынок. Сегодня вы увидите необычный формат видео. Согласитесь, что мы все создаём впечатление от магазинов, сервисных центров, Блашиных рынков и так далее. Не только по продуктам, которые мы там покупаем, но и по обстановке. И судим по работникам рынка, с которыми сталкиваемся. И сегодня я вас познакомлю с директором Блашиного рынка ретро и другими не менее интересными людьми. Но Валерий Анатольевич не только директор рынка, известный коллекционер и музыкант и исполнитель. Гимн Союза коллекционеров и его исполнение вы услышите в конце видео. Перед вами сегодня предстанут воистину увлечённые люди. Валерий, фамилия моя Архипов. Я являюсь инициатором и владельцем этого мероприятия под названием Блашиного рынка ретро. Ну и по совместительству президент Союза коллекционеров нашей страны. Такая прям честь. Спасибо вам огромное. И ещё хочу сказать, нам скажут, что вы коллекционер такой. А что вы любите? Вот какой ваш приоритет? Вы знаете, на самом деле коллекции было много. Я не сторонник того, что зациклиться на чём-нибудь одном. И просто, как правило, всегда приходит время их, когда приходится расставаться с какой-то... Ну, либо частью, либо полностью коллекцией. Вот в данный момент я аккумулирую у себя предметы, посвящённые Олимпиаде 80. Или связанные с Олимпиадой 80. Потому что на самом деле, как вы правильно изволили заметить, что сейчас в тренде всё советское. Всё-таки 80-й год это было такое знаковое мероприятие, эти летние Олимпийские игры в Советском Союзе. Не знаю уж, короли делают свиту или свита делает короля, не знаю. Но это потрясающая женщина, уникальный специалист, фея Блошиного рынка и моя подруга Евгения Высоцкая. Мои постоянные зрители очень хорошо знакомы с ней. И на моём канале даже есть рубрика «На Блошином рынке с Евгением Высоцкой». Евгения Высоцкая, как вы считаете, секция руководителя отдела винтажной моды? Блошиного рынка ретро, теперь мы называемся по-другому, у нас прошёл ребрендинг, так называемый. Винтажный центр ретро. Центр, вот я центр. Отдела моды. Отдел в винтажном центре. В винтажном центре, да, в винтажном центре, ретро на кристалле. И одновременно я являюсь руководителем отдела моды Союза коррекционеров России. Угу. Спасибо. Ну, а этого молодого человека знают и любят все подписчики Инстаграм Блошиного рынка ретро. Просмотры с его участием зашкаливают. Несмотря на свой юный возраст, он ещё учится в школе, он великолепно разбирается в старой технике. И починил и восстановил её всю на Блошином рынке. Ну, или почти всё. Всё ещё впереди. Он, как волшебник, чинит всё, к чему прикасается. Добрый волшебник. Потому что он очень добрый и обаятельный юноша. И сейчас мы с ним и познакомимся. Ну, а в конце вас ждёт встреча с ещё одним увлечённым человеком. Автором грандиозного проекта «Великое наследие» Большаковым Сергеем Ивановичем. Здравствуйте, Никита. Очень рада вас. Я тоже рад вас видеть. Я долго смотрю ваш канал, блог и тому подобное. Мне очень нравится, что вы делаете. В основном это хорошие видеоролики с хорошей подачей. И хорошей подачей. Всё такое. А мне очень нравятся всё ролики, которые снимает Валерий с вами. Но я хочу сказать, что у меня уже мои подписчики спрашивают, а знакомы ли вы с этим человеком знаменитым? Я говорю, да. Все от вас в восторге. Я говорю, да. Но вот для подтверждения хочу вас сегодня снять. Спасибо большое. А что вы нам сегодня можете? Это радиоприёмник высшего класса, фестиваль 1962 года. Его привлечение в том, что все его функции могут работать дистанционно. К сожалению, в этом приёмнике не сохранился пульт дистанционного управления. Но я могу показать, как это... Подождите, это в то время уже дистанционно? Да, да, да. Ничего себе. А чьё это производство? Это завод-изготовитель РЭД. Рижский электротехнический завод. Это на таком уровне у него? Да, работает. Ух ты. Я покажу, как он работает сейчас. Да, у каждого из нас, наверное, в юности это было, но мы как-то... Вот здесь вот так стрелочка. То есть это дистанционное управление. Это с пульта. А если не хотите так, тогда можно вот так слушать. Прямо можно послушать и так включить. Так как у нас нет антенны, приёма здесь не будет. Надо антенну подключать. Понятно. То есть это не услышишь сейчас. Да. Музыку. Ну, жалко. Потому что мне очень нравится. А что хочу сказать. А вот этот вот был, он в сломанном состоянии? Да, он ко мне пришёл как бы в таком разгромленном состоянии. То есть у меня не работало, во-первых, диапазон весь не работал. Я его проверял вчера, я вот только вчера его закончил. Ну, не работала вот часть усилителя низкой частоты. Там просто были выведены из строя некоторые детали. Они находятся там внизу, то есть называется подвал там. По-моему, в приёмнике вот это дело. Да. И не работали некоторые режимы клавиш. То есть они западали и не отрисовывали. Никита, а вот я хочу сказать, я смотрела там про ваших родителей тоже интервью брали. Всё-таки кто вас зародил вот это вот? Любовь к этому. Это зародил мой дедушка. Дедушка, да? То есть он с вами занимался? Да, он с вами занимался. Он работал раньше на заводе имени Хрымычева. Потому что у вас, ну, мало того, что вы к этому талант, то так простите, ещё надо заинтересованность, надо ещё узнать это всё. Потому что вы-то рано уже как-то к этому. Ну, кстати, я вам скажу, что не один я такой уникальный. Есть ещё пару моего возраста, даже немножко младше людей, которые тоже занимаются такой же темой. То есть не коллекционерного дюклим, как я. А, там, создают пластинки, там, старые, например. Там кто-то, иногда кто-то даже интересуется такой аппаратурой, там, покупают её себе домой, как бы, чтобы слушать, нанимать. Есть такие как-то. Ну, это просто коллекционерное. А вы-то доводите всё до ума. Вы берёте старую технику разбитую совершенно и доводите до ума. А вот я вам покажу насчёт... И помимо таланта, ну, это надо было узнать, кто вы. Потому что многие кончают школу и не знают, к чему у них вообще способности, да. И иногда работают всю жизнь совершенно на той работе, которая мне нравится. Извините, я вот ещё вам хочу показать из того, что я ещё восстанавливаю. Так как я не только восстанавливаю радиоэлектронику, и ещё занимаюсь электро-бытовой техникой. Вот этот вентилятор 1954 года, он рассчитан на напряжение 127 вольт. Что в нём было неисправно? Во-первых, здесь не было провода, шнура. Я поставил его вот такого же примерно вентилятора, только немножко ранней серии. Так как он рассчитан на напряжение 127 вольт, а в Москве до 1992 года на Тверской было это напряжение. Да, и у меня было в квартире, да. Вот. Я его восстановил, значит, что было неисправно. Сначала был закисший полностью двигатель. То есть он вообще не поволочился рукой, а сейчас мы его можем двинуть, и он будет крутиться как бы свободно. И сломано вот это крепление, то есть он не держался. Сейчас я вам его продемонстрирую. Для демонстрации я буду использовать старинный лабораторный автотрансформатор 50-х годов. Обалдеть. Его я тоже немножко так подвосстановил, немножко не работал, сейчас он полностью рабочий. Сейчас я отключу вот приемочек, и подключу его. Мы видим, что вот напряжение здесь уже подается около, ну, примерно 118 вольт. Этого достаточно. У меня был такой 127, я помню. А это лабораторный. Нет, я имею в виду техника, вот действительно, делали на 127, да. Ух ты, смотрите, как классно. О, вот это да. Какой-то молодец. И сразу прохладно, на улице жара, а здесь я сразу ветерок. Прекрасная погода. Да, то, что надо. Легкий ветерок, прохладно, прелесть. Ну ты вообще молодец. Вот я покажу, какашиндик. Вот, это да. Чего там? Вот, садись. Спасибо большое. Тебе успехов, всего самого хорошего. Огромный привет тебе от всех, потому что тебя обожают просто. Я вас тоже, вы такая очень интересная женщина. Во-первых, у вас очень хороший вкус, вы так прекрасно одеваетесь, внешность. У вас такая замечательная, у меня очень нравится какой-то, в общем-то, область. А у вас область какой эпохи? Я не знаю, ну вот, как видите, чуть театрализованный, да, немножко такой? Немножко такой, типа, 60-х годов. Да. Ну это не старик же, это сейчас модно. Да, 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 это сейчас очень, кстати, распространено. Ну спасибо тебе огромное, всего тебе прям самого хорошего. Спасибо. Он уроженец какого-то субъекта федерации. То есть книга об истории Калужской области, может быть, сделана, в которой он помещен как выдающийся земляк. Книга о спорте, которым он занимался в детстве, и до сих пор у него есть какие-то, так сказать, отзывы из молодости, или, может быть, он увлекается хоккеем и водит постоянно, значит, своего ребенка. И книга об истории хоккея, в которую включены и его фотографии, еще детские, и вот он играет вместе со своим сыном или даже внуком, и она станет просто семейной реликвией в персональном виде. Поэтому эти книги, еще раз, призваны привлечь внимание к возможности создания универсального подарка, вернее, подарка для любого человека в привязке к его профессиональной деятельности, к его хобби, к его биографии, к его образованию. Ну и так далее. Скажите, пожалуйста, помимо телефонов, где вас нужно еще увидеть, с вами познакомить, чтобы люди воочию могли посмотреть ваши генераторы, потрогать, поддержать вас? Да, потому что вот эта ценность, что вы еще вставляете странички о жизни человека, и эта история становится еще и историей личного человека. Именно поэтому со мной общаться надо, вот по этому телефону. Покажите, какие иллюстрации. Вот это история медицины, вот начиная история России. Да, да, это потрясающе. Это вся идет история, а дальше несколько страниц вот этого человека, которого подарили. Нет, вот так, вот, например, книга. Это заместитель министра обороны. Да. Вот книга «Главный храм вооруженных сил», для них святыня. И вот подборка, его подборка, где он и с министром обороны. Да, да. Причем эти фотографии не постановочные, в этом основная фишка. То есть наличие вот таких вот фотографий, их подборок, заставляет человека вернуться в тот самый момент, когда эта фотография была сделана. И любой, любой обладатель такой книги говорит, а вы знаете, это же мы там в 82 году у нас ездили и так далее. То есть эти книги вызывают эмоции и воспоминания. И привязка его, обладателя книги, к теме, которой посвящена эта книга. И они не настолько академически сделаны. Они созданы в основном на основе иллюстраций, которые заставляют их рассматривать. У вас на эти книги фиксированная цена или подоговоренности? Я хочу вам показать... Евгений Анигин. Евгений Анигин. Ой, слушайте, какие хорошие. Какая прекрасная книжка. Каждая страфа... Сколько стоит такая? Каждая страфа... Вот такая вот книга стоит 6 тысяч рублей. Она стоит там. Да, она... Каждая страфа, она иллюстрирована. Причем там могут попадать персонажи из современной жизни. И это не является недостатком этой книги. Потому что молодежь, для них некоторые вещи являются... Вызывают эмоции и какие-то образы, которые им сейчас понятны. Да. И удивительное дело, мне говорили многие педагоги, Сергей Иванович, Евгений Анигин, чтобы мальчики в 8 классе начали учить. А он рассматривает, а текст Пушкина настолько легкий. Да. И вот это... Ну, я горжусь такими вещами. Можно спросить вопрос. У вас большая команда работает. Да, вот я тоже хотела это узнать. Потому что это очень такое, да. Потому что тут я, вы же не один этим занимаетесь. У вас есть... Значит, раскрою... Твоя хорошая... Рассказываю маленький секрет. Потому что ты все не сделаешь самому. Да, конечно. Я расскажу маленький секрет. Я везде себя позиционирую как автор проекта. На каждую книгу, на каждый новый проект у меня есть из какого-то там двух десятков дизайнеров, которые работают на фрилансе, удаленке, и некоторых я вообще не знаю. Я выбираю наиболее подходящую по своей стилистике глубине проникновения мою идею. Дизайнера, которому дается задание сделать сначала пробник, стилистику изложения. И потом из трех-четырех дизайнеров я выбираю одного, и ему отдается на откуп создание иллюстрации вот на всю эту тему. Хочу сказать, что вот сейчас я заканчиваю аналогичный том по нескольким еще направлениям. Это история Большого театра. История Большого театра в режиссерах, в выдающихся танцовщиках, балеринах, оперных певцах. Их удивительные, наиболее известные постановки. Как балетку, так и оперы. И качество великолепное, конечно. Просто сказочное. Значит, следующее, что я сейчас заканчиваю, это книга «Голоса Родины». Дело в том, что к 80-летию Иосиф Давыдовича Кобзона... Там побольше сразу залезнитель. Иосиф Давыдович Кобзон. К 80-летию мне... Очень хорошо. И вообще все подобрано. И сам... Приятно не выдержать. Да, приятно поставить. А дарить... Это вот, кстати, институт кому-то дарит. Каждый институт... А институтов много, да? Любое предприятие. Любое предприятие. Это вообще... С внесением его... Вы правильно отметили. У меня есть книги об истории Московского государственного университета. Просто потрясающе. История Санкт-Петербургского университета. А если это были традиции, если будут дарить такие книги своим людям... Ой, это хорошо, что такое дарить. Это вот такое надо дарить. Из прошлого с любовью в новый век Протянуты преемственные нити И если ты нормальный человек Твой долг не оборвать, а сохранить их Все памятно в страдальческой стране От ржавых пуль до дедовских медалей И всяк чуть-чуть до коллекционер Вам глебового, роясь до деталей Пускай уже не модны в наши дни С прошедших дней пылящиеся боты Сомненья нет, подходят и они Для трудной собирательской работы Находим мы предметы старины Потерянные в смене поколений Ведь каждый срез истории страны Для разума пытливого, бесцененного Важность собирания вещей Не в этой нашей мелочной корысти А в памяти отеческих корней Среди попутно выявленных истин В коллекциях нам нужно сохранить Истории завещанные вещи Сдувая с них пылинки Ведь они по чистой сути Как Россия вечная По чистой сути